Всем привет, друзья! С вами снова я, ваша Карина. Сегодня, в общем-то, я хотела бы рассказать про свой опыт сдачи ЕГЭ в 2023 году. И я думаю, что это видео будет очень полезным для тех, кто собирается сдавать экзамен в этом году или через год или через два. В этом видео я раскрою все карты, потому что буду говорить только правду. Ну что ж, давайте поскорее я вам начну рассказывать свою историю сдачи экзамена. Ну, я сдавала математику базовую, русский, английский и литературу. На самом деле, я очень долго думала, что именно мне сдавать. Ну, английский я знала, что я буду сдавать английский, но вот у меня была проблема с литературой. Я не знала, что я хотела сдавать именно литературу. Я знала, что с другими предметами, ну, я просто не потяну, допустим, на 60 или тире 65 баллов. Я не напишу уж точно, ну и уж тем более говорить о 70 баллах по, например, истории или общества знаний, если бы я выбрала их вместо литературы. Ну, я выбрала литературу. Я учительница по русскому языку даже не знала, что я собираюсь сдавать её экзамен, её предмет. И это на самом деле была такая смешная ситуация, что я уже знала в начале 11 класса, что я хочу сдавать литературу, но я ей не сказала, потому что я знала её реакцию. И я знала, что вот эта учительница, она скажет то, что нет, мне не стоит сдавать литературу и так далее. Ну, и когда она узнала под конец учебного года, когда уже оставался буквально, ну, не один месяц, а где-то два месяца до начала экзамена, потому что литература был первый экзамен, она узнала, что я сдаю литературу, вот. И она начала говорить, ну, нет, ты не сдашь, тебе не надо сдавать литературу и так далее. Ну, как бы мне было всё равно на её мнение, но, тем не менее, я была права, она начала мне читать вот эти лекции, то, что мне не нужно сдавать литературу. И многие учителя в школах просто вас отговаривают от того, чтобы вы не сдавали ихние предметы, потому что портится рейтинг школы и так далее. Литературу я беспокоилась больше всего, потому что, ну, это как бы такой предмет, который тоже, ну, изучать глубоко, там, вот этих авторов, горе от ума и так далее. Но мне очень повезло, мне попался самый лёгкий, мне кажется, вариант. Я к нему даже практически не готовилась. И произведение было «Шинель» Гоголя. И это, на самом деле, просто было «блессинг», потому что я была очень рада. Вот. И задания тестовые были лёгкие. И я, на самом деле, в ночь перед экзаменом так, я расстроилась, думаю, что же мне попадётся на экзамен. Я очень хотела, чтобы мне попалась тема маленького человека, и вот действительно она мне попалась. Когда мне уже раздают гимн, я листаю все страницы и пытаюсь проверить, как бы, какие темы мне попались. И я вижу вот эту вот тему маленького человека. И это, на самом деле, просто шикарно. Я очень обрадовалась в тот момент. Ну вот, и написала, и вышла, между прочим, самая первая из аудитории. Это огромный плюс. И в итоге я набрала 60 баллов. Те, кто собирается сдавать ЕГЭ по литературе, я хочу вам сказать, что я готовилась всего 4 месяца. Вот. Я особо много времени не уделяла литературе. Я не знаю, почему. Мне просто не хотелось читать. Вот. Но я понимала, что мне нужно готовиться. Вот. И, ну, как бы за 4 месяца я подготовилась на 60 баллов. Вот. Но, естественно, на бюджет с такими баллами я не собиралась. Вот. И не поступила. Потому что это видео я снимаю уже 1 августа. Не знаю, когда я на самом деле его выложу. Но я постараюсь как можно быстрее его выложить. Вот. Ну что ж, хотела бы сказать то, что... Хотела бы ответить, так скажем, на интересующие вопросы. Можно ли списать на экзамене? На самом деле, да, можно. Если вы возьмёте с собой телефон как-то. На самом деле, когда я заходила, у меня были вот эти вот alarm. Я не знаю, как это говорится по-русски. Вот эти вот штучки металлические. Я проходила через них. И я знала, что у одного мальчика из моей школы... Из моей школы... Не из моего класса, а из моей школы. У него был телефон. Я просто знала, что у него был телефон. Вот. И он как бы пришёл с телефоном. И когда он входил в школу через вот эту вот рамку, он зашёл. И как бы у него вот эта штучка даже не прозвенела вообще. Что шанс того, чтобы пройти с телефоном, есть. Он, конечно, не такой большой. И это всё зависит от школы. И, возможно, от района, где вы пишете. Ну, такая менее известная школа. Ну, там, наверное, не так страшно, не так строго. Вот. Но, впрочем, шанс списать у вас есть. Я, на самом деле, когда выходила в туалет, и я увидела, что очень много людей были там. И они там разговаривали друг с другом. Передавали друг другу шпаргалки. Ну, вот это вот всё. Вот. Поэтому шанс того, что, ну, либо ваши друзья, либо вы сами себе поможете, есть. Он небольшой, но он есть, тем не менее. Ну, что ж, следующим предметом у меня был русский язык. Русский язык был для меня самым ужасным, мне кажется. Потому что я сидела на первой парте. Вот перед проверяющими они сидели прямо напротив меня. Они постоянно смотрели, что я пишу. Вот это вот, я не знаю, вот это вот проверяющая, она стояла около меня и постоянно смотрела. И это так ужасно, на самом деле. Она смотрит, что ты пишешь. Она смотрела, что я писала. И это было так ужасно для меня. Я думала, ну что, зачем она смотрит? Она что, собирается проверять у меня сейчас или что? И это было ужасно, на самом деле. И одна проверяющая, которая стояла вот напротив, не напротив меня, а вот рядом со мной, она постоянно смотрела, что я пишу. И она у меня даже спросила. Я, на самом деле, писала сочинение, сочинение, тема сочинения мне попалась ужасная И я долго думала, что написать Я потратила два листа черновиков, и я думала, что написать Вот, и я вот просто села вот так вот на парту, я вот так вот села на парту И она мне начала говорить, тебе неплохо, может, тебе нужно выйти Вот, но я говорю, нет, спасибо, всё хорошо И она продолжает смотреть, что я пишу Это было, на самом деле, так ужасно Потом уже я вышла в туалет, сконцентрировала своё внимание на том сочинении, которое у меня не получалось Но потом я в итоге написала Я набрала 64 балла по русскому языку Вот, шпаргалок у меня не было В общем, к русскому языку я, на самом деле, русский хорошо всегда знала Учительница по русскому языку, ну, не такая сильная, как сказать Так сказать, потому что она не готовила нас усердно После русского языка, 29 мая мы писали русский язык Следующим экзаменом у меня была базовая математика Ну, базовая математика, вы знаете, это такой предмет, к которому я готовилась 7 месяцев Я готовилась к этому предмету очень-очень серьёзно Я готовилась к базовой математике сама без репетитора И что сказать, у меня была такая учительница Сейчас будет жалоба на эту учительницу У меня учительница Ну, вообще, мне не нравилась моя школа Ну, она такая тупая Вы знаете, если вы живёте в Казани и собираетесь идти в 8-ю гимназию Улица Латышских Стрелков 15, что ли, я не помню Пожалуйста, не ходите туда в 10-й класс Лучше закончить 9-й класс и пойти в другую школу в 10-й класс Потому что, ну, это просто невыносимо там учиться Потому что вам постоянно говорят, уходите со школы, уходите со школы И тем более, вообще, вот, все учителя говорили Все учителя поддерживали вот эту вот математичку И вот эта вот учительница, я вот здесь напишу её имя Потому что я не буду говорить Она мне говорила, вообще, всему классу Она говорила, чтобы мы уходили И у меня было, на самом деле, много знакомых Которые ушли из 10-го класса Она как раз у них вела, а они ушли из 10-го класса То есть они проучили 10-й класс, они собирались идти в 11-й Но она им всем выстояла двойки по математике Говоря, что она не допустит их к экзамену Тем самым пугая их настолько Что они подумали, что они не будут допущены к единому государственному экзамену Она их так сильно напугала И все остальные учителя, директриса Имя директрисы я напишу тут Она также поддерживала вот эту вот учительницу по математике Вот эту вот учительницу, я её терпеть не могла с самого начала 10-го класса Потому что нам она говорила, чтобы мы уходили и ставила постоянно двойки Каждый день были самостоятельные работы Четыре раза в неделю Контрольные работы Мы изучали не так много Но она требовала больше, чем давала Поэтому это было ужасно И так скажем, у меня лично зародилась с ней война Вот, и я начала усердно готовиться к математике, к базовой Потому что она мне говорила, что я её не сдам И я тем самым хотела ей доказать, что нет, она не права Я могу сдать математику И писала я в классе пробники лучше всех Вот просто лучше всех На 21 балл я писала эти пробники И она мне просто угрожала Я хотела ей доказать, что я знаю математику Поэтому я начала готовиться усердно за 7 месяцев до базовой математики И сдала её на пятёрку Но в аттестат она мне поставила 3 Она мне поставила тройку в аттестат И это на самом деле было очень обидно И, ну, я бы хотела вам сказать, что я бы хотела вам лично посоветовать Никогда не ходить в 8-ю гимназию Потому что это самая ужасная школа Рейтинг школы просто ужасный Отзывы ужасные И ученики, ну, там мало что знают Их вообще не обучают И учителя Например, учительница по-русскому у меня спрашивала А как правильно писать? Так или так? Вот это слово я уже не помню Но она мне спрашивала И она мне говорит Ну, ты же сдала ЕГЭ на пятёрку Почему ты не знаешь? А почему я должна знать? Ну, нет, я должна знать? Но я же не учитель Почему она у меня спрашивает? Это было на самом деле очень смешно Учительница по математике вообще После того, как я пришла забирать аттестат Она начала говорить другим учителям Что я не выходила к доске Я ей грубила У меня было 5 телефонов И через эти 5 телефонов я списывала Ну, короче, сплошное враньё Она, кстати, вот эта учительница Ещё раз имя здесь напишу Чтобы вы понимали, о ком я говорю Это 8-я гимназия в городе Казани Это самая ужасная учительница Просто кошмар Просто ужас И я на самом деле не знала, что такая ужасная учительница мне попадётся Но она проиграла в нашей войне Потому что я сдала ЕГЭ на пятёрку Она мне говорила, что я даже его на тройку не сдам Но я сдала Пожалуйста, не беспокойтесь по результату базовой математики Потому что, ну, задания вообще несложные Вообще И там не было заданий тех, которые мы решали в пробниках В пробниках задания намного-намного сложнее И в настоящем экзамене у вас не будет таких сложных заданий Там спокойно можно написать на четвёрку А если вы так же усердно готовитесь, как я Готовились и готовитесь, как я То вы спокойно можете написать на пятёрку Вообще без проблем Вот И последним экзаменом у меня был английский устный И письменный устный, наоборот Вот, к английскому я не готовилась Потому что я изучала английский с 8-го класса И мне как бы не было нужно так сильно готовиться к английскому Потому что я знаю английский хорошо Но, тем не менее, я купила книгу в 2023 году Перед началом учебного года Я купила книгу Я как раз на неё ещё смотрю Вот И я её купила И из 30 вариантов Вот эта вот книга Из 30 вариантов я прорешала только 20 Было не так легко, как в пробниках В настоящем экзамене английский мне попался чуть сложнее Вот А устная часть, так это вообще кошмар Я получила 16 баллов Если я не ошибаюсь, я получила 16 баллов за говорение из 20 Когда я писала пробник, я получила 16 баллов из 20 И на настоящем экзамене я получила также 16 из 20 Но я могла получить больше, потому что темы были лёгкие Но мне в аудитории попалась такая тупая девочка Которая орала на всю аудиторию И она меня перебивала И я вообще не слышала, о чём меня спрашивают Вот в этих вот наушниках я вообще не слышала, что эти люди говорят Она кричала так, как будто она разговаривала, я не знаю С человеком, который находился в 100 километрах от неё И все на неё оборачивались Все Поэтому мне не повезло И я набрала только 16 баллов Хотя темы были лёгкие За устную часть вообще не переживайте А вот за письменную нам нужно потрудиться и порешать побольше Но тем не менее я набрала 83 балла И это шикарно У меня 212 баллов На бюджет, конечно же, я не попаду Ну, смотря в какой универ Но тот, который я хочу, я не попаду на бюджет И я уже не попала, потому что мне уже пришёл приказ о зачислении Тем не менее, я сейчас учусь в другом институте Я вам не буду пока говорить название Потому что в предыдущем видео моя мама говорила Там есть такой отрывок Где моя мама говорила То, что мы поступили в университет Который входит в десятку лучших вузов России И да, это правда Будут выходить влоги с моей учёбы С жизни первокурсника и так далее Мои советы людям, которые собираются сдавать ЕГЭ Ни в коем случае не ходите в 8-ю гимназию города Казани Теперь мои реальные советы Не беспокойтесь за экзамены Русский не такой сложный Математика базовая, вообще лёгкая Литература тоже не такая сложная Единственное, что английский Но к английскому можно подготовиться Если вы действительно хотите сдавать этот язык Вы изучаете этот язык Вы сможете всё сдать И вы поступите в вуз мечты Главное не беспокоиться ЕГЭ это одно из жизненных испытаний Которые нам нужно пройти Все вот эти вот слова из инструктажа Которые читают проверяющие и так далее Это правда Вам не нужно беспокоиться насчёт экзамена Потому что ЕГЭ это не конец света Вы всё сдадите Вы поступите в вуз куда хотели Потому что я поступила в вуз Который я хотела И не стоит так волноваться Всё будет шикарно И на этом всё Спасибо большое за просмотр Подписывайтесь на мой канал И я надеюсь, что этим видео Я помогла очень многим людям И вы узнали о том Как вообще действует эта система Потому что каждый раз она меняется Вот Всем спасибо Пока-пока